В подконтрольных боевикам в Снежном и Макеевке журналисты зафиксировали передвижение колонны военных машин с тяжелой артиллерией. Это 80 немаркированных грузовиков. В Донецке осколками ранены мирные жители. Анастасия Певная продолжит. Осколками снарядов ранило двух мирных дончан. Под прицелом Киевские и Куйбышевские районы. Ведь центр боев по-прежнему Донецкий аэропорт. Протягом добы на активнейшие обстрелы здействовались на Донецком направлении. Тут двучи с гранатометов, снайперской и стрелецкой оружием обстреливался Донецкий аэропорт. Также под обстрелами пригорода Дебальцево, Мариуполя и Донецка. Украинские военные, которые держат оборону в Песках, отмечают. После прибытия российского гуманитарного конвоя, атаки боевиков стали более интенсивными. После того, как наши оппоненты получили гуманитарный конвой, два дня нас очень плотно обстреливали с минометов. Раньше, если они молчали, может быть, они экономили, у них чего-то не хватало, то сейчас у них вполне достаточно боеприпасов, чтобы нас обстреливать. То, как по Макеевке движется колонна из 80 грузовиков с тяжелой артиллерией, удалось снять иностранным журналистам. Никакой маркировки на военных машинах нет. В частности, корреспонденты Associated Press сомневаются, что боевики воюют только трофейным оружием. Тем временем в СНБО сообщают, что так называемый ДНР насильно мобилизирует местное население. Украинские же военные говорят, пока противник усиливает свои позиции, для них даже со смены руководства Министерства обороны ничего не изменилось. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. Еще 15 получили ранения.